ИСТЕЦ Дело в том, что я развелся 4 года назад. Ну, 10 лет мы прожили с супругой, у нас в браке родились две дочери, Катя и Женя, 2010-2011 года рождения. После развода мы с ней договорились, что дети будут проживать с ней. Но на сегодняшний день ситуация категорически поменялась. Значит, в однокомнатной квартире, где сейчас проживает моя бывшая супруга, появились какие-то незнакомые мужики, какие-то новые сособственники. Да как ты можешь? Ну, она постоянно ютится по соседям с этими детьми. Ну, у детей нет просто своего угла. Я это вынуждена делать. Они в школу-то ходят через раз. У меня же, ну, у меня двухкомнатная квартира, но у меня стабильная зарплата, ну, и справка о доходах. Простите, пожалуйста, а вот эта квартира, в которой сейчас ответчик проживает, это было ваше совместно наше имущество? Да, да. В браке? В браке. Вы после расторжения брака не делили? Мы после расторжения брака не делили. А она приобреталась, эта квартира? Она приобреталась, да, в браке. Значит, у каждого по одной второй? Да. Истец продал свою долю. Вот у меня документ, свидетельство о том, что теперь мне принадлежит только одна вторая. Ответчик, а скажите, пожалуйста, когда истец продавал свою долю, он предлагал реализовать вам преимущественное право по покупке? Да, он предложил мне, но по завышенной цене, он мне предложил приобрести ее за 2 миллиона. Хотя я по оценке, эта квартира, эта доля стоит 1 миллион 100. И за сколько истец продал? За 1 миллион 100 и продал. За 1 миллион 100? По оценочной цене, да. А предложил... Ну, мне-то он предлагал за 2 миллиона. А ответчику предложил за 2 миллиона? Да. Прямо риелторской фирмы продали? А как они там уже дальше распоряжались, я честно не знаю. И сейчас вы говорите, что туда кто-то вселился. И я должна вам посочувствовать, правда? Тут не мне, тут, наверное, детям посочувствовать нужно, потому что я пережила искренне... Вы простите меня, пожалуйста, вы отдаете риелторской фирме 1-2 долю в 1-комнатной квартире, а потом почему-то впадаете в праведный гнев по поводу того, кто туда вселился. А вы считаете, кто 1-2 долю в 1-комнатной квартире покупает? Добрые фии. Ну, да. А вы когда 1-2 долю продавали, вы вообще урбинов опеки получили согласие? Смотрели. Не смотрите. Прошу прощения. Не отвечайте на вопрос. Отвечаю. Я, честно, не знал. Не знаете, понятно. Я не знал. Согласий не было. Не было. Замечательно. Прекрасно. Ну, тем более. Ваша честь, я против иска. Я не согласна с иском. Не согласна. И думаете, что вам надо сейчас сделать? Вы знаете, все это сделано для того, чтобы не платить 300 тысяч. У него задолженность по алиментам более 300 тысяч. В течение 4-х лет с помощью судебных приставов я пытаюсь с него взыскать эти алименты. То по тысяче, то по две тысячи. В результате, вот копия... Ну, что ты врешь? Я постоянно тебе плачу. Я не вру, да ты все врешь. Бывают моменты, когда я не могу. Вот копия искового заявления, которое я подала в суд, чтобы его привлекли в конце концов к уголовной ответственности. И в ответ мне на то, что я подала вот это вот заявление о привлечении его, он продает одну-вторую доли нашей совместной квартиры. И обрекает моих девочек, чтобы мы ютились по соседям, чтобы мы жили непонятно как. И после этого он говорит, что он их наших девочек вообще любит. Да? Ваша честь. А у меня, между прочим, есть документ, что мне принадлежит одна-вторая моей доли. И я уже подыскала себе за городом, а 50 километров от города... Не спешите. Не спешите искать. Не спешите искать. Видите, какая она... Ну, я буду... Я говорю, не спешите искать, не спешите. Спасибо. Так, дайте мне все документы, свидетельства о регистрации. Так, органы опеки, давайте. Да, Ваша честь, что касается морально-этической стороны, безусловно, мы за мать. Понятно. Сделка по продаже квартиры незаконна, без согласия органов опеки, если в квартире проживают... Она ничтожна. Она не... Не спешите, пожалуйста. Не спешите, пожалуйста. Несовершеннолетние дети. Она не то, что она оспорима, она ничтожна. Она противоречит закону с момента ее совершения. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что органы опеки, скорее всего, будут требовать признания сделки ничтожной. Дело в том, что вот сейчас, на данной ситуации, детям где-то надо жить, и поэтому я стою с истцом, чтобы временно поместить детей к отцу. Нет. Органы опеки выходят сейчас, быстро составляют исковое заявление, требуют признания сделки ничтожной по основанию того, что не было получено согласие органов опеки. Не было. Я думаю, суду потребуется минут 20 для того, чтобы признать эту сделку ничтожной. Ничтожная сделка та, которая противоречит требованиям законодательства. И она ничтожна с момента ее совершения этой сделки. А поскольку согласие органов опеки не было получено, то она будет признана ничтожной. Суд применит последствия признания этой ничтожной сделки. То есть вы опять будете собственником указанной до доли квартиры, и вы будете обязаны вернуть деньги, которые вы получили. Да? Это первое. Второе. Без согласия дальше органов опеки вы ничего с этой одной второй долей сделать не можете. При таких условиях, ответчик, вы имеете право, поскольку истец предложил вам сумму более высокую по выкупу на основании преимущественного права, а реализовал долю за сумму меньшую, вы имеете право в принудительном порядке требовать перевода на вас права собственников по договору купли-продажи за 1 миллион 100 тысяч рублей. Поняла. Истец? А вы считали, что вы придете в суд, и жена ничего не скажет? Да, он так додумал, конечно. Так, суд удаляет свое принятие решения. Прошу всех встать. Суд оглашает решения, принятые по делу. Суд, заслушав исковые требования со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, заслушав органы опеки и попечительства по существу спора, рассмотрев представленные документы в иске об изменении места жительства детей с места жительства матери на место жительства отца, суд считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные отцом исковые требования, потому что в результате его действий дети лишились нормальных условий жизни. Поэтому мы согласовали действия с органами опеки и попечительства. Ну, примерное развитие событий вы представляете. Ну, примерное развитие, которое будет, я думаю, что оно для вас не является секретом. Ответчики органов опеки вам помогут, все будет нормально. Суд догласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Я вообще не понимаю, почему я должен с кем-то согласовывать продажу своей доли на квартиру. Ну, у меня хорошая двухкомнатная квартира, почему девочек не могут отдать мне, чтобы они жили со мной? Мне непонятно. Спасибо большое судье, что так она решила наш вопрос и закончили все наши несчастья. И теперь, наконец-то, мы с моими девочками сможем вселиться в нашу квартиру. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...